Здравствуйте, мои дорогие! Собралась я с силами, взяла в руки камеру. Жду Мишу, друга нашего из Севастополя. Должен приехать. Вчера прилетел сын с Ирой с подругой, которая у меня была в ноябре. Только уехала, и пришлось назад лететь. И сегодня Сашка-младший опять прилетит из Питера. Завтра повезем малинку на вскрытие. Аж в Саке за 100 километров. Господи, Черноморская, ничего нет, ни патологоанатомов своего. Ну и будет видно, что делать. Хоронить ее здесь или везти в Мурманск. Пока мы еще не знаем, что и как, узнаем завтра. Уходила Алинка. В общем, ну так, временами было спутанное сознание. Ну так, нормально. Сказала, что всех любит. И три раза она перед самой смертью сказала. Сними, мама, видео. Ой, я говорю, что же за человек умирает, а душа болит за дело, которое она начала. Так что вот пытаюсь, я, конечно, не знаю, что потом из этого получится. С утра постирала коврики все. Думаю, надо полы помыть. Потому что как-то все внимание на нее. Постоянно мам, мам. Я сижу, если на кухне там, ну в интернете, на комментарии отвечаю. Она, мам, ты здесь. Ну и коврики постирала. А ей уже совсем было худо. Она, ну в шесть утра скорую вызывали. А чего они приехали, что-то сделали, укол какой-то. От которого ни лучше, ни хуже, не пойми ничего. И все, и вот она меня от себя не отпустила. Я только ее переворачивала сбоку на бок. За руку держала. С Сашей зашли покушать, пообедать. Готовить просто вообще нет ни желания, ни сил. Вот такой вот Черноморск зимой. Костя сегодня утром на службу съездил, свечки привез там, заказал. Все как надо. Вот такая вот фотография у нас. Просто вот сделали. Так что не помогла ни кровать, дорогущая, ничего не помогло. Лапонька моя. Не могу. Такая ты. Мать сказала. Нет. Мать сказала, тебя снять, она там фильмует. Нет. Ух ты, папки. Он попросил записать эту историю. Историю организации переезда Алины в Мурманск, из Крыма. Может, она будет интересна, может быть, будет полезна там кому-то. Потому что всякое может в жизни случиться иногда. Лучше знать, чем быть готовым, чем не знать. На самом деле, несмотря на такие некие, мне кажется, ухущения в медицине здесь. Какое-то даже где-то и разгильдяйство, где-то и профессионализм. Но все-таки организовали все достаточно хорошо. Я бесспорно, ну, там, доволен, наверное, и спокоен. Алина пробыла все выходные дома. Очень приятно, что была возможность попрощаться. Приехала и сестра. Приехали был друг Миша, с которым тоже они, в принципе, вместе переезжали. Были соседями. Конечно, твоя кровиночка, которая лежит не где-то там в холодильнике, в морге, а дома, в постели, это, конечно, переносится гораздо легче. Есть возможности попрощаться и поговорить. Я там, не знаю, попросить прощения где-то. Что-то пообещать. Ну, что можно сказать? Перевезли ее в САКИ, все организовали хорошо. В больнице выделили автомобиль. Все очень прилично, все так солидно. Прямо и хорошие водители, доктор, заместитель врача головного больницы в Черноморской. Все организовали. Мы приехали в САКский морг. Там тоже, в принципе, нужно отметить, профессионально очень хороший и главный там врач в морге. По патологоанатому и женщина, которая там, исполнительница, все помогли, все тоже подсказали. Поделились там и причинами после вскрытия. И, в принципе, взяли на себя там часть забот по подготовке. Рядышком ритуальная. Это компания по услугам ритуальным. Тоже они, в принципе, все предоставили и вывели на логиста, который организует нам переезд в перевоз тела самолетом в Мурманск. Что особенно, наверное, важно знать? Ну, понятно, что все атрибуты, которые необходимы для этого дела, все они есть разного формата. И дорого, и дорого, как хочешь. То есть, в принципе, здесь все по желанию, по возможности, по кошельку. Вот перевозка самолетом, она, конечно, требует дополнительных каких-то моментов. Это тело в гробу помещают в такой, типа, ящик, он цинком обит его, герметизирует. И он, значит, такое правило. И, соответственно, он едет как груз, не как гроб, он едет как груз. И требуется дополнительно пару документов. Это справка о том, что там ничего не положено в этот ящик лишнего, там, да, так как это самолет. И справка СС, ну, причины смерти там указываются. Ну, то есть, что безопасный груз, что вот такие два документа. Ну, и справка о смерти. И логист берется за организацию всего этого хозяйства. Тоже, наверное, важно понимать. Мама у меня переживает там расходы и так далее. Цена перевозки стоит три, по существу, билета. То есть, три билета – это цена перевозки. Вот, то есть, если вы летите в Москву, там, за, грубо говоря, с любого города, там, за какие-то деньги, то есть, перевезти близкого человека, если вдруг необходимо, на родину вернуть еще что-то, ну, вот обходятся такие деньги. То есть, это, в принципе, наверное, в таких ситуациях доступно. И для нас это очень важно, потому что я понимаю, что друзья Алины и друзья наши все, все близкие люди Алины, наши близкие, те, кто сочувствуют, те, кто вскоре с этим солидарен, они переживают. И они все в Мурманске. Крему-то вот так есть подвести итоги. Низкий поклон друзьям мамы, кто помогали. Виктор, в частности, называется «Золотой рыбкой». Просто человек, который просто бескорыстно, всегда рядом, помогает. С Алиной помогал очень долго. Вот именно силовые такие вещи, мужские какие-то, где-то перенести что-то. Вот. Сейчас помогает, привез газ, газ закончится, нигде не продается чудеса. То есть, нет газа, понедельник не купить. Мы же думали, в воскресенье нет газа, сидим без газа. То есть, хочется, конечно, перевезти, хочется дать возможность попрощаться близким, друзьям, похоронить рядом. И иметь возможность ухаживать за могилкой, быть рядом. Ну, а сейчас я еду в больницу. Вот я приехал здесь и в больницу, справку получу о смерти. В СЭС сразу получу справку. Ну, все, завтра свидетельство о смерти. И мы хотим завтра улететь. А логист, получается, в четверг отправит Алину Молмаск. Все подготовить обещали, все сделать хорошо. Вот. Мы уже встретим, мы там все организуем. Все как бы так. Понятно, что в Крыму есть какие-то моменты, свои сложности. Ну, вот в этом деле как-то пока ощущение, что все плохо, тяжело, где-то не продавить, не протолкнуть. Там какие-то процессы. Пока этого нет, слава богу, все нормально. Уж в этом деле, слава богу, все хорошо. Поэтому так. Поедем еще сегодня в милицию. Тоже нужно отрести документы. Продолжение следует... Продолжение следует...